Всем привет! С вами снова Стас. И что-то у нас зачастили дорогущие ноутбуки. Сегодня мы спустимся еще на уровень ниже. В гостях у нас вот этот прекрасный Asus Vivobook S15. Сама модель позиционируется как яркий ноутбук для решения базовых задач. Ну что ж, у нас тут действительно яркий и нескучный изумрудный цвет. А если мы перейдем на сайт, то увидим огромное количество отсылок к всякой модной тематике, туфелькам, бантикам и всему такому. Это как бы намекает отдаленно на его целевую аудиторию, хотя не всегда это обязательно должно быть так. Тут у нас полностью пластиковый корпус с алюминиевой задней крышкой. В принципе удивляться тут нечему. Ноутбук рассчитан на молодежь и стоит недорого, так что все вполне закономерно. Фактурированный пластик, который здесь используется, очень практичен, но он не похож на металл и не пытается его имитировать. Если у вас были старенькие ноутбуки Sony Y, то вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Сборка хоть и хорошая, но обманывать я вас не стану. Это все-таки бюджетное решение. За такие деньги никто вам цельнометаллический корпус, конечно же, не предложит. Второе, что бросается в глаза, это довольно тонкие рамки вокруг дисплея. Это позволяет этому ноутбуку быть несколько компактнее, чем ты от него ожидаешь при такой диагонали экрана. Более того, забегая вперед, скажу то, что сам по себе дисплей оказался весьма и весьма неплохим. Что у нас внутри? Бодрый четырехъядерный процессор Core i7 8550U с восьмию потоками. Он нам уже хорошо известен и устанавливается во многие другие модели. Но что еще более интересно, когда этот ноутбук я первый раз включил, он очень и очень долго загружался. Почему? Ну просто потому, что операционка TUI установлена на единственный классический мобильный жесткий диск. Казалось бы, все потеряно. Ноутбук, провал, недорогие материалы корпуса, длительная загрузка. Но так ли это? На самом деле нет. Я даже думаю то, что он отчасти лучше и выигрывает у некоторых своих более дорогих конкурентов, а конкретно имиджевых ноутбуков. Почему же? Давайте разберемся. Открываем крышку и что видим? Свободное место для NVMe накопителя. Чуть-чуть прямых рук и операционная система станет гораздо быстрее работать. Все программы начнут загружаться практически моментально. При этом еще останется обычный жесткий риск для хранения файлов. Более того, можно и его заменить на более быстрый SSD. Это именно то, чего не хватает современным ультра тонким ноутбуком, либо каким-то имиджевым моделям. И это еще скажите спасибо, если накопитель не распаяют на плате. Привет, Apple! В нашей модификации всего 8 гигабайт оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой работы 2400 МГц. Все это набрано одной планкой производства Samsung. Казалось бы немного, но что еще более важно, здесь есть второй слот, поэтому можно просто открыть крышку и добавить точно такую же планку и будем иметь уже 16 гигабайт оперативной памяти. На мой взгляд несравненный плюс в плане практичности этого ноутбука. По портам наш VivoBook вполне стандартен, что в эпоху отказа от проводных интерфейсов вполне позитивный момент. Что тут у нас есть? Ну, прежде всего, три порта USB, один из которых 3.0 стандарта. USB Type-C многофункциональный, который работает на скоростях USB 3.1 первого поколения. Также полноценный HDMI и выход на наушники с поддержкой стереогарнитуры. А также бонусом картридер для microSD-карт. Да и охлаждение тут вполне традиционное, несмотря на то, что здесь всего одна тепловая трубка, в целом производительности достаточно. Достаточно для нормальной работы. Конечно, не для какого-то там рендеринга. Но в обычных сценариях ноутбук остается достаточно холодным и очень часто можно увидеть заветные 4 гигагерца по частоте процессора. Если же говорить про какие-то более сложные нагрузки, если мы протестируем этот ноутбук в синтетических бенчмарках, то температура даже тогда держится ниже отметки 80 градусов. Так что можем сделать заключение о том, что ее производительности действительно хватает для этого ноутбука. Немного цифр для тех, кто не знаком с производительностью достаточно популярного чипа Intel Core i7 8550U. CPU-Z 465 и 2017 баллов. 133 гигафлоп Splendpacks AVX. Видеокарта набирает 2174 баллов Fire Strike, 756 баллов Time Spy и показывает стабильность выше 98 процентов. Что касается производительности в играх. Конечно, какого-то чуда не произошло. У дел видеокарты легенькие казуалки, аркадки или просто старые игры. Конечно, что-то новое можно поиграть, но тогда придется заметно снижать настройки. Радует и то, что пластиковый корпус практически не нагревается при игре. И это отличное подспорье, потому что можно наконец-то не обжигать свои руки о премиальный алюминий. Как мы уже говорили ранее, экран здесь действительно хороший. Его можно откалибровать и, в принципе, этот ноутбук сгодится для редактирования видео и фото. Немножечко цифр, дабы не быть голословным. Максимальная контрастность 1342 к 1. Это хороший уровень, опять же, учитывая то, что это честные цифры, а не цифры динамической контрастности. Точка серого клина тоже очень хорошо откалибрована с завода. Среднее отклонение составляет Delta E 1.48. Это очень хороший показатель, особенно для такого недорогого ноутбука. Максимальная яркость не рекордная, 273 нит. Но единственное, на что можно здесь посетовать, так это на не самый широкий цветовой охват. Он даже уже, чем у некоторых смартфонов. Несмотря на то, что в нашем ноутбуке установлена не самая емкая батарея на 42 ватт-часов, автономность у него все же хороша. Особенно она порадовала в режиме частичных нагрузок. То есть при нетребовательных задачах можно работать с ноутбуком в принципе почти на протяжении всего рабочего дня. Что касается максимальной нагрузки, то тут все почти стандартно, плюс-минус полтора часа. Но есть один нюанс. В комплекте с этим ноутбуком идет мощное зарядное устройство на 65 ватт, что позволит очень быстро его зарядить в каких-нибудь общественных местах, например. Цены начинаются от 50 примерно до 80 тысяч рублей. В любом случае более точную информацию, я уверен, вы сейчас видите на своих экранах. Что в итоге? Имеем отличную рабочую лошадку, практичную и с возможностями апгрейда. В принципе это все, что нужно для такого ноутбука, этого ценового диапазона. Он не стал жертвой маркетинга или чего-то подобного, так что можем вполне рекомендовать. В гостях у нас прекрасный автомобиль, паровоз. Ну это как-то слишком не грубо. Что такое? Ладно, еще разочек. Дорогие грамзы не россияне. В общем вот и все. Не хочу больше ничего говорить.